Всем привет! В ремонте планшет Samsung с разбитым тачскрином. Видео о замене тачскрина. Это новый тачскрин. Ссылка на него будет в описании. Тачскрин уже с нанесенным двухсторонним скотчем. Если вам попадется тачскрин без двухстороннего скотча, то придется вручную нанести на планшет скотч. Как это сделать тоже покажу. Сначала разбираю планшет. Для этого использую пластиковую карту. Перед разборкой обязательно нужно вытащить сим-карту и карту памяти, если таковые имеются. При разборке нужно быть внимательным в месте перегородки у разъема питания, чтобы пластик не лопнул. Крышку снял. Аккумулятор при замене тачскрина я не отключаю. Просто слежу, чтобы планшет был в выключенном состоянии. Сейчас он включен. Выключаю. Отключаю шлейф тачскрина. Перед заменой тачскрина проверяю исправность нового. И вам советую. Проверяю исправность работы нового тачскрина по всей поверхности экрана. Тачскрин полностью рабочий. Можно приступать к замене разбитого тачскрина. Для разнообразия сегодня буду менять тачскрин методом обезжиривателя и пленочки. Вообще без какого-либо нагрева. Данный способ максимально прост и повторяем в домашних условиях. Вместо обезжиривателя подойдет растворитель. Ацетон использовать нельзя, так как он может повредить пластиковые части планшета. Пленочку вырезал из упаковки от клавиатура. Набираю обезжириватель в шприц. Слегка смачиваю тачскрин, чтобы обезжириватель попал между тачскрином и корпусом. И подсовываю пленочку. Затем прохожусь пленкой по всему периметру тачскрина, периодически смазывая обезжиривателем. В тачке смит. Продолжение следует... Тачскрин снят. Далее нужно очистить матрицу от осколков стекла и пятен. Осколки сдуваю грушей. Груша для очистки оптики. Ссылку на нее тоже оставлю в описании. Вот пятна. Очищаю ватной палочкой, смоченной обезжиривателем. От обезжиривателя остались следы. Очищаю карандашом для очистки оптики. Таким образом очищаю все пятна на матрице. Далее, если у вас на тачскрин не нанесен скотч, то клеим двухсторонний скотч на планшет. Делаем вырезы для камеры и датчика освещенности. Ширина скотча 8 миллиметров. Должно получиться примерно так. Нужно стремиться к тому, чтобы между лентами скотча не было щелей. Иначе в процессе эксплуатации планшета под тачскрин будет попадать пыль. Так как у меня скотч уже нанесен с завода, то я просто отклеиваю защитную пленку с тачскрина, продуваю матрицу грушей и устанавливаю тачскрин. Выравнивая по углам. Сильно тачскрин не прижимаю, а подключаю шлейф и заклеиваю разъем скотчем, чтобы не отключился при легких ударах. Далее устанавливаю в корпус, защелкиваю и слежу, чтобы тачскрин был установлен ровно, без неровных зазоров. Продолжение следует... Гарантийная пломба. Забыл отклеить до установки. Но в этом нет ничего страшного. Протираю тачскрин бумажкой, слегка прижимая. И все, тачскрин установлен. После замены тачскрина проверяю все функции планшета, чтобы убедиться в полной исправности. И на этом ремонт завершен. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...